Меня зовут Готбанова Ирина. Давайте мы рассмотрим, что мы сегодня будем с вами смотреть на вебинаре. Мы посмотрим настройку интеграции управления холдинга с внешней системой в пользовательском режиме. Рассмотрим жесткие и мягкие методы подхода при работе с НСИ. Обмен данными между системами и поиск дублей тоже будет рассматриваться. Начнем мы, наверное, с того, что такое НСИ. Система НСИ, нормативно-справочная информация или мастер-дата, мастер-данные, это условно-постоянная часть всей корпоративной информации. Текущие документы базируются на терминах, единицах, измерениях, кодах, наименованиях материалов, контрагентов и так далее. То есть, собственно, на НСИ. Таким образом, вся информация, обеспечивающая общий комитетийный аппарат внутри компании, является НСИ. Начнем мы с первого пункта нашей презентации, это настройка интеграции в управление холдинга с внешней системой. Но для интеграции нам необходимо сначала внести параметрические настройки системы и настроить структуру справочников для последующей интеграции. Попадем в систему и попробуем создать организацию. Для этого нам потребуется раздел «Общие справочники и настройки». Здесь мы сейчас будем работать с разделом «Базовые справочники» и выбираем «Организационные единицы». По кнопке «Создать» у нас открывается окно, в котором мы выбираем, какую организационную единицу мы хотим создать. Здесь заполняется все по-стандартному, как обычно, ничего здесь нового нет. В управлении холдингом можно также работать с центрами финансовой ответственности. Но для того, чтобы завести эти центры финансовой ответственности, нам необходимо выполнить настройку. Она находится в разделе «Администрирование». Здесь мы выбираем функциональность и организация. И вот здесь нам нужно проставить галочки, что мы хотим ввести по обособленным подразделениям и по нескольким организациям. После этого мы уже сможем создать также ЦПО. Это у нас будут прочие организации. И вот здесь мы уже заполняем данные. Как видите, здесь нет ННН, КПП, потому что это центр финансовой ответственности. Также нам нужно создать периоды. Здесь находится этот справочник в разделе «Общие справочники и настройки». «Общие справочники и настройки и настройки». Здесь создаются периоды. Мне так нравится, насколько легко они заполняются. По кнопке «Создать» мы можем выбрать производный или с периодичностью. Выбрать дату начала и окончания. И по кнопке «Заполнить» мы его заполняем. И он у нас полностью весь заполняется автоматически. Причем до одного дня. Нужно еще выполнить настройку справочника валюты. Здесь тоже стандартно. По классификатору либо новую валюту мы можем внести вручную. Выбираем любую валюту. Мы ее записываем и закрываем. Причем здесь можно связать с другим курсом валюты. Выбрать с какой мы хотим. С долларом, ну и указать какая наценка, например. И повести вручную мы можем. Далее нам необходимо настроить структуру справочников. Вообще, конечно, нужно выполнить настройку по всем активным справочникам. Пока мы рассмотрим только справочниками и актура. На панели управления «Общие справочники и настройки» мы выбираем раздел «Описание текущей информационной базы». Заходим в справочники. С помощью обработки поиска мы находим номенклатуру. Проваливаемся в этот справочник. И видим, что здесь мы можем установить обязательный реквизит и контроль уникальности. Собственно, вот по этому реквизиту контроль уникальности будет производиться отбор. Ну вот у нас выставлена номенклатура, как обязательный и как контроль уникальности. По нему и будет производиться отбор. После того, как мы это выполнили, нам необходимо выполнить настройку синхронизации в управлении холдингом с внешней системой. В нашем случае у нас настройка CRP. Давайте посмотрим шаги, которые мы должны выполнить для этого. Нам нужно зайти в справочник «Типы информационных баз» и прописать там неименование и тип соединения с нашей информационной базой внешней. Далее мы заходим в справочник «Внешние информационные базы», где мы должны указать адрес базы и пользователя. И после этого мы снова возвращаемся в тип информационных баз и загружаем в структуру данных. Находится это в разделе «Интеграция и управление мастер-данными». Нам сейчас нужен раздел «Внешние информационные базы». И, собственно, два справочника «Типы информационных баз» и «Внешние информационные базы». Сначала мы заходим в тип информационных баз. По кнопке «Создать» нам нужно указать наименование и тип подключения. Наименование и тип подключения. В нашем случае это 1С8.3, но если у вас платформа другая, то нужно выбраться ответственно. Записать и закрыть. Далее мы идем в справочник «Внешние информационные базы» для того, чтобы прописать адрес базы. Тоже по кнопке «Создать» у нас открывается. Мы пишем наименование, выбираем источник и размещение информационной базы, где у нас находится она. Есть три типа. Первый тип – данную настройку нужно производить, если у нас находится на том же локальном сервере наша внешняя информационная база. Мы в этом случае прописываем путь, выбираем, и она у нас появляется. Второй вариант выбирается в том случае, если база находится на другом компьютере и имеет подключение к интернету. После выбора данной настройки открывается окно, где можно указать адрес программы и указать пользователя, под которым будет осуществляться код программы. Третий вариант – это если база лежит на FTP сервере и нет прямого подключения. Тогда выбирается этот вариант. При выборе этой настройки выскакивает окно, где можно настроить доступ к базе через локальный или сетевой каталог, либо через электронную почту. В нашем случае это первый вариант. Нам необходимо указать пользователя, под которым нужно входить, во внешнюю информационную базу, и пароль, если он имеется. Мы можем посмотреть во внешней информационной базе в справке о программе. Вот здесь у нас есть пользователь, мы его видим. И эту информацию мы переносим вот сюда. Так как пароля нет, поэтому это остается пустым голем. Также нам нужно обязательно установить галочки на управление НСИ, то, что нам требуется синхронизация с талонными элементами, и экспортировать элементы. После этого мы можем проверить подключение. После того, как проверка прошла успешно, все у нас подключилось, нам необходимо следующим шагом выполнить экспорт элементов из справочника. Мы будем выбирать справочник в соответствии с внешней информационной базой, и обмен НСИ. Но перед началом загрузки нам необходимо выполнить настройку у справочника. Для этого нам нужно зайти в общие настройки, которые находятся вот здесь. Общие настройки. И вот здесь у нас есть управление НСИ. Если мы не поставим галочку «Успользовать механизм управления», то тогда мы не сможем обменять данные между двумя базами. Далее мы идем снова в интеграцию управления мастер-данными. Выбираем справочник типы B. Мы заходим в нашу информационную базу, внешнюю, и нажимаем «Загрузить структуру данных». Вся структура из внешней информационной базы ляжет в управлении холдингом. И после этого мы сможем сделать соответствие справочника. После того, как структура загрузилась, просто это займет длительное время, мы можем выполнить настройку соответствия, как системы могут между собой выполнять мэппинг. Мы должны настроить мэппинг справочной информации между первой и второй системой. Давайте посмотрим соответствие, которое уже выполнено у меня в базе. Выполняется по команде «Создать». Вот, настроить соответствие. И вот здесь мы создаем новое соответствие. А сейчас мы посмотрим, как оно выполнено. Здесь мы выбираем тип из внешней информационной базы, что мы будем сопоставлять. В данном случае справочник. Выбираем справочник из списка, из каталогов, который нас интересует. В текущей информационной базе мы тоже выбираем справочник и какой конкретно справочник. Мы можем заполнить автоматически эти данные и после того, как это выполнится, выполнить процедуру перед записью объекта. После чего нужно будет записать и закрыть. После выполнения мэппинга нам необходимо сделать обмен МСИ. Делается это в том же подразделе. Выбираем команду «Обмен МСИ». Здесь в настройках, обратите внимание, есть два вида. По объекту текущей информационной базы и по внешней информационной базе. И выбираем, из какой конкретно мы базы хотим. После этого мы нажимаем «Импортировать данные». Вот здесь выбираем, какой конкретный справочник нам нужен. Ну, либо это все справочники. И импортировать данные. После загрузки данных из внешних информационных баз в некоторых справочниках могут появиться дублирующие элементы. Для поиска и удаления дублей в управлении холдинга есть специальная обработка поиска слияния дублирующих элементов. Данная обработка находится в разделе «Интеграция и управление мастер-данными». Вот она, поиск и слияние дублирующих элементов. В ходе обработки нам необходимо указать тип справочник или в этот вид спонта. Справочник. И здесь мы выбираем справочник, который нас интересует. К сожалению, поиском не получится это сделать. Поэтому только так. Обработки два варианта поиска. Это поиск среди всех внутренних элементов и поиск образца внутреннего элемента среди всех элементов. Мы можем также выбрать дополнительные реквизиты, поиск по точному значению, по подстроке и полнотекстовый поиск. При выборе такого мы можем также еще выбрать дополнительные, как мы хотим искать. Здесь у нас есть вариант поиска и или. И выполняем поиск дубликатов. Поиск выполнен. И у нас есть в закладке результаты поиска у нас есть две таблицы, в которой есть исходные данные для поиска и дублирующие элементы, которые были найдены. И вот у нас есть по одному, по второму дубли. мы можем их просмотреть и обработать в специальной обработке дубликатов. Открывается окно, по которому мы видим эталонный образец и наши дубликаты. Мы можем посмотреть информацию, которая совпадает, которая нет. Мы видим, что у них совпадает NNN, поэтому он нам нашел. Мы видим, из какой базы к нам пришли эти элементы. Здесь мы можем исправить название. И, например, сохранить измененные объекты, либо удалить дублирующие объекты. Мы их можем удалить. У нас дублирующих объектов не будет, и они у нас выпадают из списка. После обработки всех дубли, когда мы все их обработаем, М1С рекомендует повторно запустить поиск дубли по справочникам для снижения вероятности наличия дополнительных дублей. Программный продукт управления холдингом предстоящий справляется с задачами управления НСИ. При этом данное программное обеспечение позволяет использовать как жесткий, так и мягкий подход. Рассмотрим мягкий подход. Технически этот подход в управлении холдингом реализован путем поиска и удаления дубликатов после загрузки исходной информации из внешних информационных баз либо путем синхронизации элементов НСИ. При мягком подходе принято говорить про аналитическую НСИ. Из плюсов можно выделить, что нет трудозатрат при нормализации, значительное вмешательство тоже не требуется и скорость внедрения решения. Ну а с минусами здесь у нас большая вероятность ошибки при сопоставлении элементов, затруднения при формировании консолидационной отчетности. Для мягкого подхода необходимо, чтобы постоянно выполнялась синхронизация НСИ. Ее можно запускать в ручном режиме или по какому-то регламенту. Данная обработка находится на панели задач интеграция и управления НСИ. Настройка синхронизации эталонных элементов. В этой настройке происходит как раз синхронизация. Здесь мы можем выбрать с левой стороны из какой информационной базы мы будем интегрировать и выполнить синхронизацию. Мы ее можем сделать автоматической все, либо несколько элементов, либо вручную это сделать. Для чего нужна синхронизация? Она происходит на уровне элементов справочников и позволяет при подготовке отчетности трансферировать загружаемые элементы аналитик элемент в элемент или несколько элементов в один элемент. Этот подход используется только в том случае, если качество справочников во внешних информационных базах у вас не вызывает вопросов и вы точно знаете, что там все ведется правильно. Тогда можно использовать это. Можно пользоваться этой обработкой. Давайте рассмотрим жесткий подход. Особенностью жесткого подхода является полная централизация ведения НСИ на уровне головной компании. Данный подход функционирует путем периодической выгрузки значений справочников из централизованной базы управления НСИ и их перегрузки в учетные и прочие системы. В дочерней компании или во внешних информационных базах нет возможности добавлять новые элементы справочников, когда у них есть такая необходимость. Для этого от них требуется сформировать заявку на обновление, изменение либо добавление нового элемента справочника. При жестком подходе говорят про централизованную цель. Плюсы такого подхода это нет дублей, контроль, заполненный достоверностью, единый центр ответственности и консолидация в прочем. Из недостатков это затраты на манификацию и на поддержание мастер-данных в актуальном состоянии. Для рассмотрения данного подхода нам необходимо указать, что справочник будет контролироваться. Вообще все справочники, которые хотим, чтобы контролировались, нужно выполнить такую настройку. Мы заходим в общие настройки справочники выбираем справочник и в закладке настройки МСИ нам нужно указать, что это централизованный классификатор и контролируемый справочник. Так как он у нас контролируется, соответственно, нам необходимо создать настройку согласования этих заявок. Мы попадаем в матрицу полномочий, где уже выбран объект и вид объекта. здесь мы можем выбрать способ, как у нас будет производиться согласование данных изменений. Это может быть пользователь, роль, шаблон универсального процесса. Делать это стандартно. Мы перетягиваем сюда этапы согласования. и выберем мы сейчас пользователя и выберем шаблон. Примените. Теперь нам нужно составить заявку на изменение МСИ. для этого нам необходимо зайти в справочник мебликлатуры. Создадим новый элемент. записать и из карточки номенклатуры мы выбираем внести заявку на изменение элемента. Такая возможность есть не только из карточки номенклатуры. вот еще есть форма заявки на изменение МСИ и мы попадаем точно в такое же окно. Здесь мы заполняем все необходимые данные. Вид операции необходимо заполнить. Это же может быть изменение элемента или удаление. У нас регистрация нового. И отправляем на согласование. Мы отправили на согласование. Что мы видим как согласующие? заявка на изменение. она ручка СИО. Мы его открываем. Проверяем все данные которые нам необходимы. И согласовываем либо отказываем проведение. Причем обратите внимание у нас сейчас статус изменен на утвержден у данной номенклатуры. Таким образом наша система прошла по следующему графику. Нам требуется создать номенклатуру. Инициатор должен создать элемент справочника в самом справочнике. Далее он создает заявку на изменение НСИ и отправляет ее на согласование. Согласование проходит и если отказали нам в изменении данной номенклатуры то мы возвращаемся к первому этапу к инициатору. Если у нас согласование прошло то элемент справочника активен. Причем он активен и в нашей базе и во внешней базе. Соответственно им можно уже пользоваться он актив для использования. Итак в рамках нашего вебинара мы сегодня рассмотрели настройку интеграции с внешней системой 1С управления холдингом. Рассмотрели принципы работы с МСИ мягкие и жесткие методы. Обмен данными между системами тоже был нами рассмотрен. И поиск в дубрии. Это именно тот минимум который необходим для старта работы в программе 1С управления холдингом. я вас благодарю за внимание. Давайте посмотрим есть ли какие-то вопросы. Да, для разных справочников можно создать разные маршруты согласования. Коллеги, добрый день. Да, смотрите, я подключаюсь к этому вопросу, который сейчас, да, что будет с складовщиком, точнее, с элементом, если не склассовали данный элемент справочника. Ну, смотрите, если склад подключен у нас, да, к жесткому, вот к этой системе, да, жесткой, тогда что получается, что необходимо, да, дождаться, когда будет согласование, если отказ, то отказ, ну, просто так, наверное, не может быть, да, там будут какие-то исправления, будут какие-то добавления информации, что там, допустим, это дубль такого-то элемента, и уже кладовщик будет знать, на какой элемент необходимо это все отнести. Именно поэтому при внедрении каждого справочника определяется, а какой метод необходимо использовать. вот жесткий метод, да, как уже Ирина сказала, что из плюсов, что это, ну, он чистый, да, что там не может быть каких-то дубли, каких-то проблем, но при этом он долгий по времени. Если вам необходимо вносить элементы справочника прямо здесь, сейчас, ну, как бы в режиме онлайн, то тогда, ну, такой вариант жесткого метода не подходит, то есть надо смотреть все индивидуально. Я просто из своего опыта. Ирина, я все. Да, я всех благодарю за внимание уделенное. Пишите, звоните нам, мы обязательно ответим на все вопросы. Спасибо за субтитры.